развивающего ченка yes of course пошел ты его повесил уже русский писатель он еще не отлично отлично он был полковником царской армии понял витебскую таможне и витебской таможне читали куда-нибудь перепись когда проводила человек его называли что он москал то есть идентифицировали его национальность как москвит москал это солдат ну вот витебскую таможню почитайте там отчеты 19 век почитайте узнайте кто такой колеи солдат ты почитай историю кто-то кали это солдаты а москвиты кто такие москвит это в москве кто жил люди только москве государства москве я да ваше а рядом было тартария да это татар казанские татары кремские татаре никто не знает что это за государство вообще истории нет просто нечаянно крымские татары казанские татары вы таких не знали это на латыни просто пишется это латынь просто это на латыни пишется и все тартар не ну вы я понял вы не очень вы не очень понимаете в истории я понимаю это надо учить это надо поучить а ты главное что ты понимаешь историю да да я с киева с киева слушайте а можете мне обнести ты его основал можете мне объяснить почему вот написано наш московский народ по яванию грозным это конор адбусов когда побывал в московии он пишет что говорили между собою они ну то есть москвите наш московицкий народ очень могуч весь мир его не одолеет не счасть не счастье у него народу все должны перед нами склоняться это буквальная цитата конорда бусова путешествие ну вот он и себя называет москвитский народ ну и чё общее понятие великий киевский князь не знаю в каком году ну как каком и тысяча там по-моему 350 ярослав ну конечно а я как раз в 1350 году а потом пришел киев в 1350 году и киев киевская 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 ручка а ну гуглите что кто когда жил ярослав мудрый он умер он умер 1054 кто ярослав мудрый да не да не может погуглите узнать хоть узнаете для себя он в 11 веке жил ну вот видишь они в 14 а ты знаешь анна чья дочь королева франции да королева франции как раз таки франции подписывается как королева киевская как она может подписаться королева киевская если она была королевой франции она не была королевой а вообще вообще она была княжна да книжна так вот смотрите написано на латыни написано значит anna de kiev что-то там raine de france это на французский то есть написано что она sûновή Анна Киевская, ну да, Анна Киева, княжна Франции или королева Франции, вот так, ну Киевская, в общем-то, пишется. Королева Франции, королева. Ну, Анна Киевская, королева Франции. Киевская. Чья она дочь? Ярослава. Во, видишь. Великого князя Киевского. Ну, это все наша история. Это все наша история. Киев был великий только при управлении Ярославом, который создал его дети, создали Польское королевство. Карл Третий, по-моему, это был король Польши. Вот он тоже женился на дочери Ярослава Мудрого. Ну так это все наша история. А вы-то при чем? Что? Ну вы же Московия. Вы московицкий народ. Вы Московия. А вы при чем? А Ярославль в какой? Где он находится? Ты знаешь? В Ярославской области, наверное, да? Ну это где? Ты знаешь вообще? Представляешь? Ну да, там возле Владимирской области. Возле Суздаль, да? У вас там еще рядом Суздаль. Что там? Москва недалеко тоже. Ну так далековато, конечно. Ну как раз вот это же было Московский государственный народ. Вот это Московия, да. Ну а Ярославль там откуда? Ты представляешь? Так Ярославль основал вам город. Вот скажите спасибо Ярославу, великому киевскому князю. А потом основал Киевское княжество при Ярославле стало мудрым. Что? При Ярославле мудрым Киевское княжество стало венитивным. Это в каком году? Это в каком году? Да я не знаю. Я так знаю. А, ты так знаешь. Ну да. Если в 14 веке, то в принципе она с одной оперой, в принципе. С тобой все ясно. Давай, учи матчасть. Давай. С тобой все ясно? Ярославль мудрым жил там в 1350 году основал Ярославль. Ну с тобой все ясно. Иди учи. Вот вся суть московитов в том, что они не принимают, ну типа, а вот вообще. Они себя считают, типа, я не знаю, самыми разумными, самыми счастливыми, самыми лучшими. Просто я не знаю. Просто лучше я там, я не хочу так выражаться, эту YouTube, наверное, не пропустит. Ладно. Хватит. Хватит на этом закончить. Ну это просто дичь. Это же просто смех. Здорово, блогер. Здорово. Смотрел Путина выступления? Легендарные, да, наверное. Там что-то интересное было? Да необычное. Да мне же плевать. Каждый год происходит. В чем легенда-то? Мне на такие выступления плевать. А что там было, расскажи. А на что тебе не плевать? Давай обсудим. На что тебе не плевать? Не плевать на то, почему ОСЕ украла нашу историю. Украинскую. Да? С чего вы решили, что украл? Ну, все это понятие Русь. Да, Русь, Россия и так дальше. Это же кародинное понятие архаического нашего названия. А в древнеукраинском украинец это был русский, да? Русский. Русин. Русь. Русин. Да. Так, а что? А где кто что украл? Просто мы с вами один народ. Не, москвиты не... Поэтому никто ни у кого ничего не украл. Московит, украинцу не один народ. Дали вам просто независимость, не хотели кровопролития. А вы, видишь, как... Понял. Конотопскую битву слышали когда-нибудь? Ой, ты, блядь, про историю, что ли, про свою написанную? Написанную? Понял. Вы написанную историю не считаете? Вы только выдумали... Я смотрел это? Не, выдумаю, это у вас там. Не, так у вас. Вы ж не знаете про Конотопскую битву. Ваше новое мифо... Вас там разбили как раз. Вы написали вам учебник, вы сейчас мне их пересказываете. Не, вас там разбили просто под Конотопом очень хорошо. Вашу московскую армию. А вас где разбили? Тысячелетней своей историей. Почему вы говорите, если мы вашу историю украли, почему не вас разбили, а нас? Ну, смотрите, Русь ассоциируется с какими территориями в 11-12 веке. С какими территориями Русь ассоциируется? Ты мне расскажи, я не знаю по твоей версии истории, где там чё, кого. Понял, смотри. Значит, по версии Рыбакова, известного российского историка, археолога, профессора и так дальше, по его статье «Происхождение Руси» как раз-таки Русь относится в узком смысле как раз к Киеву, Чернигову, Переославлю, позже к Галычу и Волгой. Знаменитые русские города. Собственно, как раз-таки это территория Руси в узком смысле. Всё остальное не идентифицирует себя, как Русь, всё остальное. Ни Ростов, ни Суждаль, ни Владимир, ни Новгород, ничто. Это по мнению одного типа, да? Который написал тебе вот это. Не, смотри, тип это ты. А если мнение других взять. А он советский и российский археолог, исследователь сфоранской культуры. Хорошо, а были ещё какие-то у них? Да. Или это он единственный там по своему родину? Да, были ещё. Хочешь ещё? У них не было историков, с другой точки зрения. Тебе недостаточно, ты хочешь ещё. Я правильно тебя понимаю? Не, ну смотри, ты же ссулаешься на мнение одного типа. Да, были. Который пришёл к такому умозаключению. Да, были. Я же тебе говорю. Да, были. Были. Так почему ты цитируешь это, а не того, который тоже был? На Сонов. Толочко. Это тоже известные российские историки, которых ты можешь посмотреть, почитать и удивиться. Точка зрения отличается от точки зрения первого историка. Вот ты же сказал, кто ещё это подтверждает. Я тебе сказал, кто подтверждает. То избегать их точка зрения. Я же тебе сказал, были люди с другой точки зрения. Ты мне сказал, да, были. Вот, я же тебе назвал, что с такой же точкой зрения был Толочко на Соновой Рыбаковой. С другой точки зрения. У тебя вроде наушники модные, не слышишь ничего. А, так это как раз таки современные историки. Все считают, что Русь находится в узком смысле на территории Украины. Если ты хочешь за другую точку, то это берешь Карамзина, Апу, Година, Соловьева, 19 века историков, которые только начинали изучать это все дело. Что-то какой-то нудный вообще. Да нет, это ты просто безграмотный. Что историю у вас украли? Это ты просто безграмотный, понимаешь? Тебе нужно почитать что-нибудь, чтобы разговаривать, а потом уже выходить в чат. Разговаривать? Да. Господи. Ты же мне попадался, я же тебя знаю. Правитель. Я же тебе знаю, что ты... Я же тебе знаю, что ты безграмотный человек. Ты мне уже попадался раз. Мы тебя уже раз упозорили, и тебя уже посмотрело 20 тысяч человек. Сказали, какой ты просто нищебродский, понимаешь? Поэтому ты можешь хоть прям стараться, не стараться. Тебе это не поможет. Тебя уже посмотрели все. Так вот, я тебе еще раз скажу за Русь. За Русь. На карте. Мухаммада Али Дриси. А, не хочешь уже общаться? Не хочешь дальше позориться? Не примат, говорит, по***й себе вы. О, по***ть. О, здраво. Здравствуйте. Откуда вы идите? В Заркутск. Я Курцк, а я с Киева. Ирку, Иркутск. Я Курцк, а я с Киева. Хорошо. Отлично. Слушайте, а вы кто по национальности? Я метис. У меня четыре крови. Ого, коллекционер. Кому вы себя относите? Ну, дед мой русский, по-басе. Бабушка осетинка. По матери дед болгарин. А вторая и венки. Интересно. Знаешь, что такие венки? Без понятия. Это монговойные расы. Там, знаешь, которые там бурят, и венки. Понял, понял. Кочевники какие-то. Кто? Кочевники какие-то. Ну, да, переселенцы с***лись из Монголии. Понял, понял. На Россию, матушку. Понял. Лучше жить в России. Ну, они ушли оттуда, потому что там уже война, там, монгольско-татарская ига собиралась. Там есть люди, которые не хотели воевать, и поэтому уходили. Ну, качевники, как ты правильно говоришь. Это в каком веке? Это в каком веке было? Сейчас я тебе скажу. Где-то 11, 12, 13 век. Такие времена, короче. 11, 12, 13 век. Ну, там, где, когда монгольско-татарская ига, да, ну, как бы это уже европейское название монгольско-татарская ига. Ясно. Ну, слушайте, в 11-12 веках монголы еще не приходили на Русь. Это не захватили Русь уже в середине 13 века. Ну, да. Но они тогда не были, что ли? Когда оттуда уехали, вот, качевники оттуда, в каких временах? Ну, получается, они уехали. Когда Чингисхан в каком году жил? Постой. Почему они уехали оттуда? Потому что Чингисхан стал объединять все, и они начали убегать, потому что они хотели... Ну, Чингисхан это 13 век. Б***ь, по-моему, конец 12-го, начало 13-го. Ну, все же 13-й. Начало, по-моему, нет, конец 12-го. 1223 год? Что это за год? 1223? Так. Ну, это что-то там, Киев раз***ли или что там? Нет, это битва на Калке. А 1227-й? А почему ты меня это спрашиваешь? Я что, историк, что ли? Я должен это знать? Нет, ну ты же зашел в Золотую Орду, вот это, монгольское иго. Ну, они же там лазили, б***ь, там 200... Ну, все, б***ь, понял. Нет, подожди, я должен это знать, да? Нет, 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 ни в коем случае. Потом мы свяжемся и пообщаемся. Ни в коем случае не должен. Это я просто спрашиваю. Ну, я точно знаю то, что в 13-м веке, знаешь, что сделали конкретно? Киев сожгли. Киевское конкретно государство жесткое. Княжество ваше киевское, которое обладало охуенно им вообще весом на территории Руси. Ну, ваше чисто конкретно. Их, б***ь, там так жестко разб***ли, что 2-3 века вообще о Киеве ничего не было слышно. Там восстановление только было обратно. Смотри, объясняю. Да, 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 да. Все было, на самом деле, да. Те, кто сопротивлялся очень активно, они были практически почти полностью уничтожены. Как мы видим, города в Москве не были уничтожены вообще. То есть Киев пострадал более всего. Почему? Потому что он сопротивлялся. Логично. И ты говоришь, не было известно 2 века про Киев ничего. В смысле, не было. Уже был путешественник в 13 веке, который приезжал, значит, про Киев. И он говорил, что есть 200 домов, да, есть церкви сохранились вот этими золотыми навершиями и так дальше. Все есть. Просто он поменьшил, да, естественно. Его опустошили монголы. Но у него было очень яростное сопротивление, за что он поплатился. Это тактика монголов. Вот и все. А ваши города, ну, московские, имею в виду, не пострадали, потому что они поддались под монголов, сразу же легли. Пошли вместе с ними как раз-таки грабить земли Руси. Пожалуйста. Подожди, остановись. Все, я закончил. Вот я сейчас увидел, что у тебя на заднем фоне находится. И как ты выражаешься, это какой-то, видимо, вещатель, да, стример какой-то. Вещатель? Все эти такие факты, ну, вещатель, стример, как там, телеведущий, блогер, я не знаю. Подожди, подожди, подожди. Я видел, что у тебя на заднем фоне, как ты разговариваешь со мной, с третьим лицом, как бы, разговариваешь. Ты какой-то блогер, да? С третьим лицом? Нет, с третьим лицом я только с тобой разговариваю, и все. Хорошо, ты рассказываешь так, как будто там сидит аудитория. Не, я не стримлю, если ты за это. Хорошо, ну, ты записываешь, короче. Конечно. То, что я матерился, это не очень хорошо, ты не показываешь. Я все маты запикиваю, зачем мне ваши маты, мне они не нужны. Я по истории общаюсь, и вот как раз таки ты задал вопрос по Киеву, я тебе ответил вопрос за Киев. Ну, я просто, да ну хорошо, но ты видишь, ты подкован этой теме, но это нормально. Кстати, хочу добавить еще, что Матвей Меховский, это уже 16 век, он как раз таки о Киеве говорит, что где-то у меня был здесь прямо документ, что Киев был как раз таки стралицей, а потом пришли монголы. Сейчас, буквально секундочку, если я найду, где-то было, так, передяги, Киев, короче, короче, наверное, не найду Киев, где он? А, вот, вот, вот есть. Значит, он описывает, что у русских глава Киевский метрополит, ну, русский это религийно имеется в виду, Киев некогда был столицей Русии. Ему починены владыки, владыки, епископи греческого обряда в Молдавии и Валахии вплоть до реки Гистера или Дуная. А в Русии епископи, во-первых, так дальше это за епископом, а дальше он говорит, что вот этот епископ сейчас проездом, так, передал смерти, короче, что там он видел как раз таки золотые еще вот эти навершия церковь, собору. То есть Киев сохранялся, он не был уничтожен полностью. Ратишка, давай я, как бы, сам буду изучать эту тему. Просто есть ребята, которые, да, попадаются, да, мне историки, сегодня тоже один еще историк попался, как бы, вы, как бы, в эту всю тему вникаете, да, как бы, я в эту, я в основном вникаю в церковную, как бы, такую, знаешь, тему, поэтому, как бы, ну, если хочешь, если мне надо, я изучу все этот вопрос, мы могли бы с тобой подестикутировать, потому что ты-то, я посмотрю, как бы, в этой боли тебе мешали. Не хочешь. Вопросы есть еще какие-то. Да не, братишка, потому что ты в истории подкован, я уже это понял. Ладно, будь здоров, вникаш, и все у тебя будет хорошо. Встречу тебя через месяц, и вот то, что я тебя встретил, если, надеюсь, ты тут часто, да, сидишь? Не очень часто. Ну, я разберусь в этой теме, короче, потому что ты рассказывал. Надеюсь, надеюсь, будет интересно пописедовать. Будет, братишка, давай, братишка. Давай, давай. Будь здоров. Давай. Ну что, сподобалось відео? Тоді не забывай подписаться на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon, чи за реквізитами, що знаходиться в описі під відео. Дякую. Слава Україні!